здравствуйте мои любимые мои любимые друзья подписчики девочки мальчики все 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 мужчины женщины хочу немножко сделать видео пока еду на работу ездила на обед и хочу сделать видео по двум вопросам я хочу ответить насчет дебатов насчет миграции в сша очень много горячих дебатов кто-то согласен кто-то не согласен я согласна в том что наверняка я перегнула палку и наговорила может быть слишком много истеричных каких-то выражений предложение я сразу сказала что наверно письмо ой наверно видео получится истеричным но я хочу сказать в основном это было это адресовано тем людям кто приезжает сюда не зная информации не зная как они будут жить не зная английского привозя детей сюда и так и уже думаю что когда они приедут сюда их кто-то возьмет за руку и поведет по инстанциям вот про это я хотел сказать что никому вы здесь не нужны потому что у всех своя боль у всех поверьте мне люди которые живут годами в америке у них проблемы и которые только приехали проблемы у американцев проблемы у каждого своя проблема дай бог нам помочь своим семьями своим родным поэтому в основном я имела ввиду если вы сейчас находитесь в россии если вы выиграли грин карту опять же я говорила что я видела людей которые уезжают даже выиграв грин карту но вы приезжаете вы легально у вас есть разрешение на работу увы все вы пошли если вы сильный человек подготовленный знаете английский будут проблемы но конечно выжить можно как говорится да выжить вот сложно но можно я говорила про тех людей которые получили турпутер тур визу взяли детей в охапку не оставили ничего то что осталось в россии там продали билеты ой продали дом продали машины купили билеты и приехали сюда ну как вы будете работать нелегально мне мне пишут наташа найди работу может быть нелегально пока они не пока у меня не появится разрешение на работу какая нелегальная работа они возможно есть ну допустим я никогда в жизни не работал на нелегальных работах поэтому я не знаю и кто-то написал мне наташа какая же ты русская душа я тебя отписываюсь вот и такого наговорила но какая русская душа может быть скажите мне ну русская душа должна быть я должна вам сказать приезжайте все я вам всем помогу но это вот вранье это на самом деле я не могу обещать вообще никому ничего абсолютно здесь если я могу помочь с резортами иногда когда люди приезжают в орландо да я могу помочь я говорю я помогу это я не делаю бизнес я не делаю это для всех очень редко когда пол когда получается когда я могу сесть с человеком по скайпу это все обговаривается это опять же тратится время его нужно найти вот про это я говорила поэтому пожалуйста тех у кого я там отбила какое-то желание ехать если у вас green card и все я не имею права отбивать желание ни у кого это лично только мое мнение она не может расходиться на другие люди на других людей кто-то приехал допустим в америку и у них вообще не было никаких проблем они вам как имеет право сказать приезжайте здесь легко потому что это их мнение потому что это их опыт у меня опыт другой хотя я приехала к мужчине жила с мужчиной с мужем и все равно я и вообще я вам хочу сказать может быть тогда когда у меня спросили бы когда жила в монтане приехать в америку может быть я тогда и сказала что это легко потому что я не встречалась с теми проблемами чтобы найти работу где найти покушать и все такое но в данный момент когда я стала блогером я увидела что люди приезжают и тыкаются просто лицом об стену и вот я когда вот это поняла у меня просто глаза открылись боже мой действительно ведь это же действительно тяжело я начала анализировать на бирже я стояла видела много людей на бирже я видела много людей которые не имеют денег я говорю даже про американцев поэтому пожалуйста я не знаю может быть я кому-то чего-то неправильно сказала может кого-то и обидела но у меня было честно говоря крик отчаяния потому что я чувствую люди приехали люди здесь люди рядом я даже не могу с ними встретиться так как у меня времени нет так как я живу абсолютно а в другом конце города я работаю после работы мне нужно ехать нужно что-то приготовить дома я аж не могу вини сказать вини у меня подписчики там в орландо мне нужно им работу искать поэтому конечно я переживаю потому что они здесь они сняли там гостиницу и на нужно найти жилье им им даже жилье вам никто не сдаст потому что если вы приехали нелегально нужно сделать контракт на год или на полгода чтобы снять какие-то квартиры и конечно люди сталкиваются с этим тоже моментом никто вам ничего это очень редко где вы можете что-то снять приехавший нелегально человек по турвизе приезжают живет гостиница все вот поэтому я хотела сказать ладно все я короче закончила с этим мало у меня времени второй вопрос у меня все спрашивает почему вы расстались джерри джерри а значит кто-то написал ты придала джерри джерри уехала и если ты любила человека а значит на край света бы за ним поехала потом пишут как же ты продала дом и джерри остался в квартире так расскажу сейчас все по порядку я не знаю кто-то может и скажет опять придумала или что я не знаю может никто не скажет мы приехали с джерри во флориду мы решили вдвоём в мантане чтобы поедем во флориду жить продали дом дома продали за ту же стоимость сколько стоил сколько мы должны были банку то есть вот мы продали за 80 тысяч за 78 тысяч дом 78 тысяч мы должны были банку просто мы как бы исправились от от большого пеймента поймут был очень большой так как на доме на доме был очень большой процент поэтому джерри в то время когда мы еще жили в монтане он говорит мне наверное никогда не продать этот дом потому что дом тогда падал в цене а должен был больше джерри пришлось пристроить гараж потому что у него был был выход на дешевые материалы через того человека у которого сейчас работает даже и он пристроил гараж для того чтобы нам продать этот дом за ту же цену которую мы должны были банку мы приехали во флориду я вам хочу сказать мы приехали во флориду и у меня артем уже ходил в школу и я уже нашла работу так вот почему никто не пишет если бы джерри любил свою семью он бы остался во флориде почему же мы должны а допустим с артемом опять срываться со школы с работы и ехать опять в монтану только потому что джерри не нравится флорида поэтому опять же я не у меня даже доли нет никакой какой-то какой-то обиды на джерри почему-то все решили что обидела джерри я никто никого не обидел джерри был очень несчастен во флориде и поэтому он сказал наташа отпусти меня пожалуйста я поеду в монтану я буду там жить я буду вам помогать мы не разводились очень долго джерри уже жил с бывшей женой в монтане вы знаете вот вы меня вынуждаете на эти мелочи которые я не хотела рассказывать да но я вижу такие вот обидные комментарии себе что вот я ты предатель ты развела мужчину первого все такое мы жили он жил со своей первой женой но мы все еще были не разведены когда я встретила вини мы с ними стали встречаться я сказала джерри что нам нужно развестись он даже обрадовался дал мне развод все мы остались с ним друзьями потому что он был счастлив в монтане я была счастлива во флориде джерри уехал из монтаны джерри уехал из флориды когда я только-только начал учиться водить машину во флориде в этом трафике я приехала можно сказать из монтаны не умея водить потому что в монтане нет трафика я сама осваивала а флориду я сама искала куда мне ехать пока у меня было gps я все время ездила по карте но я никогда в жизни не скажу вот джерри нас оставил потому что у каждого своя жизнь и джерри буду всегда благодарна за то что он меня привез сюда за то что он мне дал возможность жить в америке все я не знаю кто кого предал никто никого не предал вы понимаете что бывает такое когда люди разводятся и никто кому не имеет претензий бывает необязательно разводиться со скандалами и обязательно если развелись то значит кто-то кого-то предал нет поэтому я вам хочу сказать вот так вот у нас произошло и он до сих пор там счастлив у него работа шикарная денег у него много работа его посылают везде и майка гавайи посылали его на карибы все оплачено он меня иногда спрашивает наташа может и деньги нужны поэтому джерри живет очень хорошо он не бездомный когда он поехал в монтану он снимал квартиру так же как и я снимала квартиру во флориде во флориде я снимала квартиру 10 лет нет конечно я ошибку я конечно вру что 10 лет 6 лет 10 лет я живу во флориде 6 лет я снимала квартиру джерри не хочет покупать дом он может его купить в любую минуту но он не знает будет ли он жить в монтане так как он сейчас допустим переписываться с девушкой он не стал жить с бывшей женой все-таки опять они не смогли жить вот и сейчас он с девушкой переписывается и думает вдруг они переедут куда-то и поэтому он не покупает дом я не знаю с чего кто-то взял что я разула человека я не я вообще не представляю я что я что похоже вот действительно на такого человека который может развести на деньги я когда мы жили жире и когда мы приехали в монтану я работала и мы все деньги мою зарплату отдавали на его долги потому что долгов у него было немерено у него был долгов по-моему тысяч 15 и я работала и считала когда мы выплатим этот долг сначала я работал на копейках потом я работала уже более-менее у меня была хорошая зарплата в этом а в ассистент ливен и мы жили на его зарплату а мою зарплату мы отдавали на долги и обмы выплатили все его долги он мне до сих пор благодарен за то что мы это делали хотя если вы знаете что в америке долги не переходят на жену если они были приобретены в доженитьбы там только жире на имя я вообще могла наплевать на его карточки если я была бы gold digger как по-английски говорят если бы я была только мне деньги деньги у нас была команда с джерри как говорят в америке был тим мы работали вместе мы выплачивали вместе но не получилось но не получилось жить вместе я не знаю мне вот хоть звонит джерри при вас и с ним разговаривать что вы поверили но мне вот так неприятно потому что я честно говоря вот я человек очень открытый я действительно показала все все что у меня есть я показала как я жила раньше показала с кем я жила раньше показала где мы жили и вдруг вот такое повалилось ты предатель ты предала джерри как можно судить по видео что произошло это я вот знаете если я сейчас на видео покажу что я пошла по магазинам одна и вы можете сказать ты изменяешь вини потому что он не с тобой гуляет или там я не знаю если я буду кушать одна на видео мне скажут вини все время голодный потому что он не ест потому что это только то что вы видите я не представляю почему у людей такие такое слагается мнение что вот я какие-то деньги взяла я всю жизнь работаю сама мне у меня никогда не было чужих денег да мне джерри посылал деньги пока я жила в россии это было но я и вам хочу сказать я отдала все сполна я никому ничего не должна поэтому просто вот не имеете вы права говорить такого судить людей потому что вы видите это даже не только касается меня те люди которые такое пишут я так понимаю они могут судить людей по внешности наверняка вот человек толстый на идет да значит они могут сказать она жирная свинья она живет там я не знаю макдональдс да они не могут подумать а вдруг у нее сердце больное у этого человека а вдруг там я не знаю что то еще у этого человека я вот не могу понять просто как можно судить человека потому что видишь нужно знать человека сначала нужно его знать его характер вот если вот допустим мои друзья меня знают мой характер они никогда в жизни не поверят что я там кого-то обокрала что я кого-то там обманула они не поверят в это сколько бы вы там не писали потому что они меня знают я знаю себя меня честно говоря это не очень все тревожит но я просто не понимаю зачем люди это пишут я не знаю на самом деле это приятно что ли так вот написать или а может быть те люди которые развелись они кого-то предали они думают что я тоже предала или там кто-то еще никто никого не предал вообще никто опять повторяю 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 поэтому я всем желаю добра пожалуйста будьте добрее те кто такие комментарии пишут посмотрите на себя в зеркало подумайте может быть это я вот так смог бы сделать поэтому я такое пишу я вам сказала сейчас опять все что было все что было абсолютно у меня спрашивали продали ли мы дом я сказала за сколько вам продали дом и джерри был очень рад что мы его наконец-то продали дом был во первых около дороги там ездили если вы видели траки постоянно ночью они будили потому что шум 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 дорог был и дом обесценился настолько из-за этого вот эрии из-за этого местности что он боялся что вообще никогда от него не избавиться когда мы избавились от него мы поехали и все и джерри уехал в монтану еще по решение что он ещё и работы не мог найти а в во флориде у монтани как бы у него была работа и поэтому он сказал я мне здесь не нравится и работал меня там есть я поеду и буду вам помогать я плакала я плакала когда он ехал потому что у меня было ощущение и у него было ощущение кто-то меня ощущение что я оставил двоих детей потому что мы были как дети во флориде мы не знали ничего здесь поэтому вот так вот и получилось но я джерри я его обожаю я его люблю я никогда про него плохо не скажу начала там с бывшей женой жить ну и что жить начал по это его выше жена у них дети вместе ничего страшного мы с ним договорились если что-то где-то у тебя жизнь повернется лучшую сторону скажи мне и мы с тобой разведемся все так что товарищи я надеюсь я прояснила картину потому что больше я на эти вопросы отвечать не буду кто кого предал и меня предателем называете называйте но я больше отвечать не буду на это хорошо все я всем желаю хорошего дня спасибо